приветствую марк сразу перейду к делу хочу поговорить о ситуации на фронте наверняка вы следите сейчас можно говорить фактически о том что уже зима наступила каким вы видите сценарий на зиму можем ли мы говорить о том что украина сможет отбить юг до конца зимы потому что были разные прогнозы и могут ли быть такие же громкие победы как вот херсон было бы неуместно об этом говорить если бы мы не были свидетелями харьковской операции в общем оставление херсона российскими войсками тоже по результатам действий в ссу наверное у украины есть такой план руководство в команду и мы его не знаем но логично предположить что он мотивирован именно зимой для ускорения не дожидаясь весны осуществление этих операций ну например я то вижу это в запорожской области мне кажется на мелитополь через так маку такое перспективное направление почему потому что смотрите усилилось давление в отношении украины со стороны ряда игроков провести переговор начать переговорный процесс это москва конечно делает но она ищет союзников лица запада вашингтона ряд других которые уговаривают зеленского все-таки в этот переговорный процесс войти это не значит что речь идет о сдаче позиции капитуляции но по существу своему конечно это беспокоящее давление потому что москва же хочет не переговоров а капитуляции вот преодолеть это давление да снять это проблема потому что она может быть под условием поставки вооружений пока этого нет но бог его знает как повернется а можно как раз успешной операции если украина начнет наступать операции будет не до переговоров запад броситься помогать добавлять вооружение для того чтобы но эта операция увенчалась успехом я думаю так и когда тянуть зима она понимаете и декабрь и январь и февраль ждать некогда поэтому я не исключаю что до конца года мы что-то подобное увидим так же точно как и москва готовится к операции мой прогноз я ничего не знаю но мне кажется это будет операция с севера из белоруссии они действительно последний раз пытаются что называется либо пойти на киев либо вот перерезать поставки вооружений через на волынь но это логично выглядит логично тем более вот вчера не бензи заявил о том что удары по критической инфраструктуре вызваны как раз поставками западных вооружений звучит цинично ублюдочно абсолютно но в этом есть и рациональная логика значит они думают о том как с этим справиться единственный участок границы это польша и западная украина которые они бы наверное хотели бы каким-то образом перерезать по части поставок вооружений на территорию украины известно что склады с вооружений находятся на территории польши они хранятся там на польшу попадать нельзя это страна нато а вот граница это в общем для москвы желанная желанная цель и потому что эти попытки наступать силами вооруженными силами российской федерации на бахмут или там на солидар вот на угледар было это павловка бесконечно и так далее она же в общем существенного результата не принесла война за какую-то очередную деревеньку месяцами идущие но это не победа то есть это же не под киевом они стоят бои идут не за киев и в принципе важный еще вывод что москве не принесли результаты первая волна мобилизации таких которые бы ну вот же смотрите мы мобилизовали людей и вот взяли там бахмут взяли славянск взяли краматорска это ключевые направления там на всей донецком направлении да то есть вот это успех мобилизация его принесла мобилизация это не приносит не приносит и поэтому да они могут провести еще одну мобилизацию этого не исключаю но никаких гарантий потому что они набирают некачественный материал то есть люди которые посредством этой мобилизации призваны воевать не умеют они их не учат то есть цель просто их появление на фронте это ну не знаю живыми телами обеспечение какой-то оперативной задачи да вот там погибнет две тысячи но зато мы продвинемся на сто метров ну я так условно такая логика но это абсурдная логика абсолютно абсурдная но тем не менее и московское командование руководствуется то есть все равно несмотря на то что наступает зима зимой воевать конечно тяжеловато я вам скажу что это вообще не карамелька вот но я просто к тому что нету паузы оперативной я ее не вижу то есть несмотря на то что сейчас таких интенсивных изменений линии фронта нет таких которые были бы ощутимые можно было сказать ну вот же фронт двигается тем не менее интенсивность боев высока то есть то что происходит он под бахмутом сам зеленский сказал что это ад там творится понимаете и мы охотно верим в те материалы которые видим там штабелями действительно лежат груды трупов понимаете которые не убираются они прямо на линии фронта поэтому я бы сказал что да следует ожидать зимой какой-то операции никто не ожидал быстрой снятия ухода с территории правого берега российских войск при том что некоторые эксперты военные это прогнозируют тот же бен ходжес но он относил до конца года и тем не менее это же произошло так что неожиданные вещи могут происходить они зависят от военных возможностей которые в случае с украиной напрямую зависит свою очередь от поставок вооружений со стороны западных союзников если эти поставки интенсифицируют что мы увидим наступление в силу вы упомянули по поводу опасности нападения со стороны беларуси это может произойти до нового года вы понимаете как для того чтобы эта операция началась до конца года может начаться есть ситуация будет передислоцирована присловутые 70 тысяч сейчас нам говорят их гораздо меньше это в основном мобилизованные кстати офицеры там тоже многие мобилизованные не профессиональные офицеры которые имеют военный опыт за эти девять месяцев войны тем не менее москва же решила воевать числом понимаете и для нее не проблема передислоцировать 70 тысяч человек на территории беларуси в принципе возможно в принципе возможно уж как они там отработают слаживание и как они соединятся и смогут ли эффективно действовать в наступлении это загадка потому что украина подготовился очень хорошо это явно свидетельствует об этом многие признаки что просто так ничего не будет смотрите сама белорусская страна заявляет что все мосты взорваны все заминировано ну а собственно что должна украина еще делать она и минирует она и готовится к этому наступлению мы просто видим авантюрный характер всей операции в том числе и с участием мобилизован со стороны москвы и представить что они неподготовленных не слаженных 70 тысяч бросят на волынь и на киев ну нельзя исключать я не очень верю в то что непосредственно вовлечется войну вооруженные силы беларуси потому что смотрите главным отличительным признаком будет то что война уже в случае наступления начнется и на территории самой беларуси обстрел начнутся прямо на территории беларуси никто цацкаться не будет это не так как было феврале-марте здесь уже никто церемониться не будет и хаймерсы полетят прямо в беларуси понимаете а там расстояние тыгетские вот это что не в москву пострелять поэтому по-моему лукашенко это осознает понимает какое это вызовет последствия какие это вызовет последствия и уж точно непосредственно вооруженными силами белорусскими в эту игру входить он не хочет его заставляют я уверен что заставляет но он же понимает что дорога в один конец дальше уже ракеты полетят по территории беларуси и замечу в отличие от москвы запад не будет одергивать украину не будет говорить зачем вы там обстреливаете там не знаю пригороды минска или я не знаю там приграничные города никто слова не скажет даже еще больше снарядов поставит более того увидят в этом не исключено во всяком случае такие страны как литва и польша возможность избавления от этого жуткого режима лукашенко все будут даже приветствовать именно такой ход операции чтобы война перешла на территорию белоруссии потому что у этого появляется второй фронт для самой москвы пока она воюет на один фронт что называется но вся территория украины как вам представляется а здесь нужно будет что-то делать с белорусским режимом поэтому я думаю что лукашенко будет максимально стараться дистанцироваться от этого я уверен что он ведет какие-то на дистанции через последние переговоры с киевом типа я не хочу пожалуйста вот не надо это вот москва ну что я могу сделать это же оккупированная территория здесь российские войска что я могу сделать ну плюсить но вот в таком режиме очень свойственно лукашенко который любит петлять не вот но это не отменяет того факту что россия даже без белорусских вооруженных сил сама личным составом своим может такую операцию предпринять еще один важный вопрос касательно о последних обстрелов критической инфраструктуры украины мы видим что интенсивностью усиливается чего кремль добивается ну он уже признал что удары по инфраструктуре это такой некий способ склонить украину переговорам но тем не менее полный блэкаут чем это принципе нами грозит но что это дает россии их целью просто нет других средств понимаете то есть ракетные обстрелы это единственное средство последние фактически которые остаются в арсенале мы даже не понимаем какие запасы ракет есть у москвы наверное раз она в иран обращается и просит о поставках наверное не так все здорово например последний вчерашний обстрел был ланцетами а вот по преимуществу они использовались но в принципе это свидетельствует о чем что проблемы с вооружением есть может они такие критические как многим бы хотелось многие бы думали да но они есть значит зачем тебе вам иран зачем вам их дроны эти пресловутые мопеды шахеды да зачем вам баллистические ракеты которых вы просите земля земля у вас же все есть вы говорите что у вас все есть я думаю не все так лучезарно наверняка проблема и есть чего добивается москва она ну блефует частично в чем блеф в том что вот смотрите мы вас бомбим с такой частотой ну так в среднем от 70 до 100 ракет да ну листа средств выразились так потому что есть сегментативно и бпл а и так далее те же иранские дроны были вот давайте быстрее соглашайтесь а то у нас еще запас на миллионы этих ракет понимаете на самом деле понимать точно какое количество обладает москва невозможно и прогнозировать какое количество таких же ударов будет произведено тоже нельзя то что западные поставки вот те же айрис немецкий или насамс эффективны но это не я свидетельствую это свидетельствует вооруженные силы украины они говорят фактически сто процентов сбития этих летящих ракет и других средств которые эффективно защищают вот эти западные поставки значит их должно быть кратно больше москва добивается конечно исключительно того чтобы киев пошел на переговоры она под переговорами москва понимает капитуляцию согласия что статус кого занятой территории останутся за ней ну и все остальное может быть предметом переговоров демилитаризации чинства нато и так далее киев это никогда не устроит киев на это не пойдет понимая что на это лишь один из вариантов плана перегруппировки маневрирование переподготовки и новой войны которые с неизбежностью начнется поэтому москва действует так не потому что у нее много в арсенале средств а просто это единственное если бы она могла бы подойти киеву своими войсками этим мобильным наверное бы это сделали почему нет то но они не могут этого сделать вы вспомнили про иранские шахеды недавно появилась информация о том что якобы иран передаст россии чертежи технологии по их созданию и уже в следующем году россия будет бить теми которые соберет уже на своей территории верите ли вы в такой сценарий и могут ли западные страны предотвратить эти поставки я честно говоря знаете не очень в это верю потому что зная российские в пк я думаю что они не сподобятся до даже уровня производства иранских дронов это будет еще более худшее какой нибудь сызранский дрон понимаете вот он герань так и будет но там они только этикетки перелицовывали шахедов на герань а тут это будет еще более убого потому что наши руки в пк это что-то страшное так сказать русские которые производят вооружение и мы это видим вот поэтому я не очень верю в налаживание быстро и налаживание нормального производства этих средств нет она как-то наладится но возможно война к этому моменту уже закончится нет они попытаются и наверное договорятся об этом но это не будет так быстро теперь второй аспект сам иран готов ли он дальше рисковать может ли это для ирана очень печально кончится я бы этого не исключал потому что ирана фактически с ним прекращена ядерная сделка которая попытка была ее возобновить после отмены и и трампом в свое время сейчас уже от этого отказались никаких переговоров при участии могаты об этом не ведется предположение уже открыто озвучивается потому что москва взамен за поставки эти военные эту военную помощь там с налаживанием производства возможно расплачиваться ядерными технологиями иран сам объявил что собирается провести учение в каком-то отдаленном будущем гиперзвуковой ракеты откуда у них гиперзвуковая технология ну хороший же вопрос да они же публично это объявили а у нас гиперзвуковая вот будут испытания интересно откуда вы взяли эти гиперзвуковые технологии а может у вас лабораторные какие-то технологии есть по производству ядерного оружия ну так понимаете это же все сильно напрягает поскольку если завтра россии передаст такие технологии и ядерные и ракетные и так далее все завтра окажется в центре тель-авива поэтому израиль то точно от этого не сладко и в общем понимая как развивается ситуация иран тоже осознает что он подходит к черте за которые уже возврата не будет то есть если разбомбят все заводы а такое возможно на самом деле это не так сложно для израиля америки там союзе саудовской аравии другими стран персидского залива которые с уницкими странами королевствами но это не такой большой проблемой представляет это все вопрос там нескольких часов и нету никакой военной промышленности у ирана на пару-тройку минимум лет а то и на десяток а это все надо будет восстанавливать это надо будет деньги где-то брать ну и так далее и так далее то есть иран не хочет до этого доводить иран хочет избежать этих ракетных ударов что очевидно удастся ему или это нет ну будет зависеть от того насколько он решительно будет сотрудничать с москвой ведь заметьте когда это давление на иран началось они начали а нет мы дроны не на войну передавали мы их передали еще до войны а что вы оправдываетесь вы же не боитесь ничего что вообще перспектива ударов по ирану не такая уж и абстрактная израиль периодически он иранские объекты в сирии обстреливает почему бы ему это в иране не сделал так что я бы сказал здесь есть ряд опасностей для того же ирана и наверное вопрос не окончательный но понимаете как у москвы тоже выхода нет она готова все что угодно дать лишь бы запастись дополнительными вооружениями и средствами для их производства и так далее но израиль кстати пригрозил ирану тем что передаст украине баллистические ракеты если тегеран отправит свои в россию вот израиль пойдет на это ну якобы это не подтверждает что сказано было этим секретарем какого-то комитета безопасности совета безопасности израильского что он не так сказал что передаст вооружение украине он сказал что это сотрудничество может привести к дальнейшей эскалации он не сказал впрямую что будет передано вооружение украины ну смотрите все возможно в этой ситуации потому что еще раз повторяю может быть израиль напрягает даже не сам факт сотрудничества и передачи каких-то вооружений иранских москве а что взамен ведь никто же открыто не говорит ну не деньгами же только заинтересован иран получить там что-то называли 160 миллионов долларов ну для нефтяной страны в общем не такие уж критические деньги то есть без них можно пережить то есть напрягает всех что взамен а вот москвы которой шансов то все ниже и меньше сначала войны после девяти месяцев потерять по трем направлениям часть харьковской области отвезти войска от киева сум чернигова а теперь еще из правого берега где оккупированного херсона теперь ну как бы сколько можно еще проиграть москва может она мылитополь потерять это все время открытые вопросы поэтому она прибегает к единственно возможным сотрудничество даже с такими странами как ран чтобы не проиграть окончательно какие настроения сейчас в окружении путина особенно после херсона но вот мы видели что пригожин бывший повар путина начал какую-то свою игру он планирует создать партию ультраправых патриотов зачем это и что пригожин становится самостоятельным ну это игра я он игрок явно игрок и по нему видно что он даже получает удовольствие куражится вот но честно говоря человек который 13 лет отсидел такая охотка мощная за разбой там букет статей в аппарате он никогда не получит поддержки он может взять власть на храпом да человек с рульем на сегодняшний день я думаю что они его не боятся ни путин ни его ближайшее окружение они считают что он абсолютно управляем может ошибаются но пока они не видят угрозы в этой активности а можно как-то повлиять на действия россии вот надавив на окружении его да то что говорилось уже неоднократно но тем не менее вот недавно всплывали всплывала информация по поводу детей пескового может на них можно надавить там на вот на близких с окружения путина вот здесь есть какие-то возможности или это все глухо огромные возможности но их не к ним не прибегает запад конечно ну а как капиталы деньги дети любовницы доверенные лица все же на западе но это вопрос воли запада готов ли он используя эти рычаги давления заставить изменить позицию москвы но как так это всегда и делалось вообще во все времена гуманность гуманностью но вообще-то люди гибнут понимаете сотни тысяч поэтому я считаю что ну если дойдет до крайнего то может быть к этому и прибегнуть запад найти во время второй мировой войны японцы которые жили на побережье на тихоокеанском потому что не разбирались что шпион кто нет просто вот лагеря поселили но это не концлагеря были они потом все спокойно вышли из них но их собрали в одном месте потому что рисковать нельзя было они жили как ну как условия сегрегации да можно это гетто назвать но там никого не убивали никого не трогали но как бы рисковать американское командование не могло и поэтому период активной фазы войны они находились в этих специальных лагерях вот потом их всех выпустили никого не убивали ничего там делали ну как бы если вы хотите победить в этом противостоянии то надо обязательно это использовать по-другому не получится ну сейчас окружение путина их родственники себя довольно неплохо чувствует я так понимаю особенно вот последняя информация там и про детей пескова даст финну там финансы деньги все есть да то есть почему запад не идет против этого сейчас чего он боится но он просто пока во всяком случае решает что вопрос можно решить свою очередь другими путями переговорами и так далее он не хочет прибегать к этим средствам уже они как бы крайне вот и соответственно наверное еще не наступил этот момент я по-другому это не не могу объяснить вот смотри как с конфискацией происходит уже задекларировано пока еще ничего масштабные не конфисковали например 350 миллиардов российских денег в цб да цб рф держат в америке они заморожены вот когда дойдет до конфискации то наверное я так предполагаю что и до детей доберутся и до других средств давления ну как бы это логично перед g20 якобы бы есть какой-то какая-то страна которая вот хочет усадить украину и россию до за стол переговоров и там россия отдать крым украине вернуть все остальные территории якобы там на семь лет закрыть вопрос крыма ну даже вот такая информация была чтоб что происходит как вы думаете почему запад вообще рассматривает переговоры и можно ли говорить о том что например вашингтон и москва о чем-то уже договорились я думаю что они ни о чем не договорились потому что если бы они договорились знаете договорником представляли например отвод войск из херсона не с киевом а именно западом вы вот проявите жест доброй воли что-нибудь такое но дело в том что ну в москве тоже не дураки они так просто ни на что такое не поведутся вот там и без того возможно они продавали и неизбежный отвод который как бы вызван был военной ситуации могли это как бы продавать как жест располагающий к переговорам дело в том что вы понимаете москва может и пытается пойти и заманить в переговорный процесс киев убеждая запад что она готова уступить очень значительные куски территории оккупированной обратно вернуть киеву проблема заключается в том что во первых москве никто не верит ты на западе по большому счету и публичные заявления о таких консультациях они звучат обратным образом что никто с москвой не будет без киева договориться киев убедите вот тогда и пожалуйста а мы как бы брать на себя никакой ответственности не собираемся много раз был заявлен и байден в этом сказал более того я напомню путин не поехал на сами двадцатки потому что с ним отказались встречаться с лавровым не встречались даже не вышли сфотографироваться после обеда и после чего он просто собрал манатки и уехал обратно в москву здесь ведь как бы вопрос касается ну практики вот запад всегда ведь договаривается всегда стремится вместо войны лучше переговорить плохой мир лучше хорошей войны вот этот принцип он не изменен он и без того запад продвинулся очень далеко очень далеко в своем так сказать действие против москвы поставки вооружений в таких масштабах и общая риторика и санкции все это вместе и так уже очень много сделано но этого недостаточно если запад хочет понузить именно москву переговорам москва предлагает не переговоры я уже сказал москва предлагает капитуляцию украине потому что все вот эти планы по деоккупации они ничем не подкреплены вы сначала уйдите с этих территорий и начните переговоры логично ну хотя бы уйдите в крым освободите донбасс левый берег ну и сказать ну вот же вот же мы же освободили ну давайте по поводу крыма сядем за переговорный стол это уже не происходит а это является предварительным условием которое называет сама украина вы освободите тогда можно разговаривать о репарациях там еще чем-то москву это не устраивает москва этого не хочет москва хочет обмануть и запад не настолько не искушен чтобы этого не понимать ну и потом а зачем брать на себя ответственность ты понудишь к переговорам ты заставишь киев под угрозой прекращения поставок вооружений сесть за стол переговорах окончится вот чем-то позорным а потом тебе перед своим общественным мнением отвечать из тебя не проголосует в америке или в европе кто такого хочет позорным миру никто не хочет много информации было и обговаривали то что крым может вернуться раньше чем донбасс потому что ну в контексте того что там сейчас более активно все происходит на юге и больше возможностей для этого знаете если если киев крым реально где оккупировали даже раньше донбасс каких переговорах уже там отвестились потому что донбасс донбасс гораздо быстрее если уж крым падет то уж донбассе говорить не приходится запад сам поставит нужное вооружение быстрее уже все закончить ну а уже переговоры будут на территории москвы они как не на территории крыма и по поводу совершенно других вопросов так что да безусловно военная ситуация может изменить вообще все если тогда смысл вообще ну двигаться в сторону донбасса если вопрос крыма решит сразу все проблемы на фронте решает руководство украины военные команды политическое руководство я думаю нет все понимают вот поверьте мне там люди очень прошаренные в этих вопросах они все понимают но если возможности мы же этого не знаем поэтому да логично что крым это символическая часть а вы верите в возвращение крыма вы знаете я бы не поверил если бы не видел вот деоккупации правого берега не видел харьковская операция можно сказать тяжело тяжело а так-то в принципе положение крыма географическая она хуже чем правый берег донбасс а что вокруг вода поэтому знаете всякое может быть очень всякое вы вспоминали бена ходжеса генерала армии американской он заявлял о том что до начала лета крым вернется в украину что и в январе мариуполь деоккупирован будет он сказал ну слушайте он военный эксперт командовал американской армии в европе как-то игнорировать его мнение он про херсон кстати прогнозировал так что будем осторожны в прогнозах но в любом случае видите как по любому может сложить ситуация но точно абсолютно весь этот успех зависит от военных поставок со стороны союзников если они будут интенсифицированы то мы это увидим республиканцев сша затребовали аудит средств переданных украине во время войны военная помощь и может и не быть нет так вопрос не стоит аудит это не одно и то же что политическое решение о прекращении поставок плюс вот эти споры линлизи он заключается именно в том что американская администрация может тратить в помощь военные средства средства в украине без того чтобы советоваться конгресс получать разрешение на этот конгресс так что эта проблема сама по себе не связаны мне все-таки больше представляет что вот эти требования аудита вот эти значит выкрики про неуместность объема расходования средств на помощь украине они больше вызваны противостояние республиканцев и демократов в преддверии 24 года выборов президента сша на которых конечно республиканцы хотят провести своего кандидата будет ли трамп или десантинс мы не знаем я не вижу критической атаки на позицию руководства америки но прежде всего демократического по прекращению вообще поддержки украины вот я не вижу потому что большая часть республиканцев она в двухпартийном консенсусе участвует по поводу поддержки украины для этого нужно иметь совершенно другую ситуацию сенат кстати сказать остался под демократами и преимущество республиканцев в палате представить не такое значимое а это сильно влияет на позиции особенно доктринальные по поводу поддержки такой страны как украина относительно европы потому что недавно борис джонсон разоткровенничался и сказал что германия вообще была рассматривалась сценарий когда украина падет и для нее это было бы более приемлемый сценарий там франция у них своя была позиция да там переговоры как-то договориться еще что то то есть в европе вот это поставки оружия могут осложниться но и в контексте газового шантажа россии и возможных блокаутов украине вот может ли тут прогнуться европа вот в контексте поставок оружия нет я думаю что нет потому что позиция германии существенно изменилась мы это наблюдаем непосредственно и я вижу что и в целом позиции евросоюза она очень жесткая даже жестче местами чем американская позиция и за это отвечает прежде всего кстати европейская бюрократия брюссель является главным протагонистом победы на поле боя об этом говорит ван дер лайн об этом говорит баррель об этом шар-мишель они занимают более резкую позицию чем национальные правительства стран входящих в ес это означает что принято главное решение принципиальное решение которое не допускает изменение этой стратегии спасибо за ваше интервью спасибо вам до свидания спасибо всем до свидания